Вадим Маркович Розин занимается обширнейшим кругом тем. И я бы, пожалуй, сказал, что, как ни странно, все эти темы до одной, они вот как-то и нам тоже близки. Так что мы вот на соседних территориях явно. И занятия антропологическими практиками, и мультидисциплинарные, или трансдисциплинарные, или междисциплинарные, любое слово здесь подойдет, характер этих занятий антропопрактиками. Все это нас давно и прочно сближает. Вадим Маркович милостиво уже посещал наш семинар, рассказывал нам о том, что такое здоровье человека. Это как раз была та область практик, до которой мы не добрались, а вот он и хватил. Сегодня тема наиболее общая, понятия и типы антропопрактик. Разумеется, это уж совсем общая с нами проблематика, чтобы синергийная антропология вообще начала существовать, она должна была сформировать для себя, и поскольку она строится в терминах антропопрактика, она должна была выработать для начала некоторое свое понимание именно и того, что такое антропопрактики, и как их можно классифицировать, и какие из выделяемых типов выбирать для ближайшего и непосредственного изучения. Поэтому у нас здесь есть свои... Вот первый пункт, так можно условно сказать, проблематизация. Ну, я поясню, во-первых, контекст. Дело в том, что вот летом прошла конференция в Новосибирске, которую Сергей Смирнов провел как раз по этой теме, по антропопрактикам. Ну, вот я там выступал, и отчасти это вот тот материал, который я вам тоже представляю здесь. Ну, вот я вообще-то философ, культуролог, ну и, в общем, вышел из методологической школы, кто знает. И как методолог для меня очень важна ситуация и проблемы, с которых начинаешь мышление. Вот если говорить о ситуации, то для меня эта тема, во-первых, относительно, ну, трудно сказать, новая и старая, но в смысле обсуждение новое. И когда я стал над этим размышлять, то для меня, перед все, стало ясно, что здесь ситуация, связанная с тем, что люди, которые употребляют этот термин, а он становится все более модным, я хочу обратить внимание, да. И это не очень хорошо, когда термин становится модным. Почему? Потому что начинают употреблять этот термин в самых разных представлениях, и здесь требуется рефлексив, короче говоря. То есть для меня вот это образует ситуацию. То есть очень разное употребление, представление этого термина. На ваш взгляд уже намечились и злоупотребления? Да, конечно. Ну, это естественно всегда в таких, когда вот какой-то термин становится модным, то его начинают употреблять уже часто и не очень большим смыслом, так скажем, осторожно. Вот. И еще, конечно, очевидно, что антропопрактика это не такое явление, которое лежит на поверхности. Его мы просто так созерцать не можем. Для того, чтобы обсуждать это, требуется концептуализация, вот, требуется развлечение. Я буду говорить, что для меня развлечение является более существенным, чем отождествление разного рода. Вот. Требуется развлечение, требуется концептуализация. И вот на основе этого уже можно что-то говорить. И здесь я сразу как бы задаю вопрос. А вот если мы так пока чисто интуитивно начинаем рассуждать, что мы можем отнести к антропопрактикам? Ну, вот, например, если мы говорим о практиках спасения, да, начиная, там, скажем, от Платона или Святого Августина и дальше заканчивая, там, например, мистиками или гениями эзотеризмами, как я называю, то есть эзотерические практики. Это антропопрактики или нет? Или когда мы читаем речь о достоинстве человека Пико де Ламирандолу, который говорит, что человек – это славный мастер, он может по собственному желанию стать кем захочет. Или херувимом, или пойти там сатане, это не важно. Но, значит, это что, антропопрактика или не антропопрактика? Понятно, что такого термина не было, но по содержанию вполне возможно. Здесь же, вслед за Пико де Ламирандолой, мне вспомнился Тульчинский с его концентром «человек как автопроект». Потому что, вроде бы, это как бы одна и та же линия. Вот Пико де Ламирандолу уверен, что человек может себя делать произвольно, по замыслу. Ну, и Тульчинский считает, что человек может себя проектировать. Ну, он, правда, осторожно это говорит, но, тем не менее, это концептуально так. Или практики себя, о которых говорит Фуко. Это что, тоже антропопрактики? Наверное, да, но я говорю, я перебираю сейчас чисто вот интуитивно, то есть без всяких пока критерий. Или, например, телесные практики, которые сегодня очень бурно просветают. Бодибилдинг там и так далее, и так далее. Масса телесных практик, это, наверное, тоже антропопрактики и так далее. Ну, вот, короче говоря, я бы мог это продолжать, я этого не буду делать. Я, как бы, ставлю вопрос. Вот мы имеем дело сейчас с множеством практик, они по-разному называются терминологические, но так как бы интуитивно кажется, что все это поле принадлежит антропопрактике. То есть интуитивно, я говорю. Однако, есть речь... А почему интуитивно? Ну, пока у меня нет понятия. Естественно, это не без всякой интуиции. Но, хорошо. Это вполне рабочая гипотеза. Вот это... Полагать, что чисто синонимические, антропологические практики, те, которые осуществляются человеком. Все, что вы называете, осуществляется человеком. Ну, я так говорю, Сергей Сергеевич. Особое место для гаданий и неуверенности. Я вам скажу почему. Потому что, когда я так говорю, я пока говорю без понятия. Так как я не выстроил понятия, у меня нет концепта, у меня нет понятия пока. Поэтому я вот так осторожно и говорю. Теперь вот следующий пункт, это подход к анализу антропопрактики. Значит, понятно уже из того, что я говорил, что я буду пытаться построить понятия и концепт, соответственно. И здесь я буду придерживаться некоторых установок. Вот первое, вот я уже говорил об этом, я вслед за Деллезом исхожу из того, что приоритет в способе получения знаний о сложных явлениях, типа, например, антропрактика, мне кажется, лежит на стороне развлечений, а не отождествений. То есть тут важно, прежде всего, провести корректные развлечения. А для того, чтобы различать, тоже нужны основания. Это тоже, поэтому я буду какие-то основания фиксировать. Это первое. Теперь второе. Мне кажется, и это вот такая для меня важная позиция, она через все мои работы, наверное, проходит, что если мы обсуждаем антропопрактики, мы должны исходить из точки зрения личности. Когда я говорю личность, то для меня это довольно развернутый концепт, который я обсуждаю в своих работах. Я показываю, что личность складывается, то есть она не всегда в человеке есть, как иногда считают психологи. Я считаю, что она складывается в филогенезе не раньше античной культуры, а в онтогенезе. Только когда мы выталкиваем ребенка в школу и требуем от него самостоятельного поведения. С личностью я буду немножко об этом и дальше говорить. Я связываю самостоятельное поведение, оппозицию определенной традиции, но на это указывал Библер, например, он говорил, что личность предполагает не только самодетерминацию, но и преодоление культурной и социальной обусловности, как он говорил. Мне это тоже очень важно. То есть я считаю, что личность в той или иной степени находится в оппозиции традиции, и вот Библер в такой форме выражал. И, наконец, когда я говорю о личности, я предполагаю, что личность вынуждена выстраивать самостоятельный свой мир, мир под себя и себя в этом мире. И в этом смысле она, как правило, оставляет выбор соответствующий. Мы можем говорить о поступках личности и так далее. Ну, я еще буду говорить об этом. Но вот, во всяком случае, это вторая позиция. Вот эту тему мы можем обсуждать именно из этой позиции. Если, как говорят феминологи, из какой позиции установиться? Мы должны установиться из позиции личности. Третий пункт, который мне важен. Я, в отличие от своего учителя, Георгия Петровича Дровицкого, я считаю, что недостаточно рассматривать, реконструировать объективную ситуацию или объективные формы поведения, а необходимо еще анализировать концептуализацию того субъекта, который осуществляет это, вроде бы, объективное поведение, хотя мы его тоже реконструируем. Само по себе объективное представление деятельности человека или поведение нам тоже не дано, оно всегда реконструируется. Но при этом, для того, чтобы быть адекватным и корректным, хотя для разных задач, наверное, это по-разному, необходимо также анализировать, как сам человек видит и понимает, я это называю, концептуализирует то, что он делает и как он себя ведет. Это вот еще очень важная позиция. Я говорю, здесь я разошел с Георгой Петровичем Щедровицким, который не признавал концептуализации, кроме своей собственной. Его собственная концептуализация, это всегда должно быть. А вот концептуализация тех субъектов, которых анализировал, она не предполагалась. Четвертое, и так довольно очевидно, мне кажется, то, что обсуждать вот такую тему, что такое антропопрактики, мы можем лишь в рамках более широкого целого. То есть предполагается обращение к культуре, к социальности. Ну то есть целое задается не самой антропопрактикой, как правило, а другими более широкими контурами, там образования, культуры, мироощущений, способа жизни, эзотерического, например, или какого-нибудь интернационального. Ну и в конце последний пункт моего подхода, он свидетельствует о том, что, конечно, при этом я буду опираться на собственный опыт таких практик, без этого очень трудно вообще говорить. Ну а у меня есть некий опыт, некоторый опыт у меня есть. Это и опыт, скажем, связанный с довольно многолетними занятиями карате у меня, а там дзен-будизм, и там эти практики соответственно. Это и опыт, я бы сказал, мышления, потому что подлинное мышление, оно, как полагает, это тоже антропопрактика. Ну и, наконец, опыт выстраивание своей личности. То есть, в правильной жизни я буду говорить один из типов. Значит, это вот второй... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...